Ведущие вебинары Карасуга Ольга Владимировна, ведущая металлистом начального образования. И сегодня у нас в гостях Чечнева Виталия Петровна, учитель высшей квалификационной категории Одинцовской и инвестической гимназии. Добрый день, уважения, коллега. Ну что ж, для начала с вами обратимся к требованиям к результатам освоения примерной основной образовательной программы начального общего образования. Конечно, все вы прекрасно знаете, что это требования к личностным результатам, к предметным и предметным. Итак, личностные результаты образовательной деятельности это система ценностных отношений, обучающихся в себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. Метапредметные результаты образовательной деятельности. Это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. А фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся. Но об этом чуть позже. Сейчас давайте с вами все-таки посмотрим и определимся, что же такое учебно-познавательная задача и учебно-практическая задача. Вот вы видите у меня на слайде, да, определение учебно-познавательная задача. Но мне хочется обратить ваше внимание на то, что учебная задача и учебно-познавательная задача это синонимичные понятия. То есть, вот что такое учебная задача? Это задача, стоящая перед обучающими, да, то есть перед обучающимися стоит какая-то цель, да, которую надлежит ему выполнить в определенных условиях. Особенность учебной в том, что при ее решении учащийся должен найти общий способ подхода ко многим конкретно частным задачам определенного класса, которые в последующем успешнее им решаются. По сути, учебные задачи, это задачи, которые направлены на поиск, анализ информации и учебные задачи, они обеспечивают сам процесс научения, то есть формирование понятий, способов предметной и метапредметной деятельности. Что же такое учебно-практические задачи? Это практические задачи, да, для решения которых уже необходимо применить те или иные предметные знания или же способы действий. И практические задачи ориентированы на применение, отработку уже освоенных действий, знаний, умений в различных ситуациях, как правило, внутри конкретного учебного предмета. Итак, сейчас мы с вами пройдемся по классу учебных, практических и учебно-познавательных задач. Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе первичное ознакомление, разработка и освоение теоретических моделей и понятий, стандартных алгоритмов, выявление и осознание сущностей и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности, природных или же социальных и других, в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между субъектами и процессами. Следующее. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыков самостоятельного приобретения и переноса интеграции знаний, как результат использования знаково-символических средств, логических операций требуют от учащегося более глубокого понимания изученного или выдвижения новых идей или иной точки зрения, создания или исследования новой информации, либо преобразования известной информации, представления ее в новой форме или же переноса в иной контекст. Следующее. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыков разрешения проблем и ситуаций, требующие принятия решений в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального или наиболее эффективного решения, или же создания объекта с заданными свойствами, или же установления закономерностей или устранения неполадок. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыков сотрудничества. Понятно, что такие задачи требуют прежде всего совместной работы в парах или группах с разделением ролей, функций и разделением ответственности за конечный результат. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыков коммуникации, требующие создания какого-либо письменного или узного высказывания заданными параметрами. Что это за параметры? Ну, это прежде всего коммуникативная задача, тема, объем, формат, ну, например, сообщение, комментарии или пояснения, либо какой-то инструкции, либо текст рассуждения. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыков самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания. Да, то есть понятно, что это планирование этапов выполнения работы, отслеживание, продвижение и выполнение задания, соблюдение графика подготовки, предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование оценку навыков рефлексии. Это требует от обучающихся самостоятельной оценки или же анализа собственной учебной деятельности с позиции полученных результатов и соответствия полученных результатов учебной задачи. То есть также, значит, не только учебной задачи, но и целям, да, способам действий, выявления позитивных или негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания. Или самостоятельной постановки учебных задач. Например, что необходимо изменить или что необходимо выполнить по-другому, да, или, например, что необходимо дополнительно узнать. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены на формирование ценностно-смысловых установок. Такие задачи требуют от учащихся выражения ценностных суждений или выражения своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации, пояснения либо комментариях своей позиции и оценки. И следующее. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. Понятно, что такие задачи требуют прежде всего педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков. И вот давайте буквально на одном примере мы сейчас рассмотрим с вами, да, как мы включаем детей, действительно, в выполнение в учебно-практические задачи. Ну, понятно, что учебно-практические задачи, они могут быть как продуктивного характера, так и продуктивного характера, да. Например, тема второй класс «Трава у нашего дома». В этой теме дети знакомятся с травами, которые можно встретить у каждого дома, казалось бы, да, эти травы растут у каждого дома. Но как часто мы наблюдаем, что порой не только дети, но и взрослые не знают названий самых, казалось бы, распространенных травянистых растений. И вот буквально уже наши ребятки с первого класса, да, они начинают изучать, что растет у дома, да, у их дома. И, соответственно, во втором классе они уже расширяют свои представления, работают с информацией, которая представлена в учебнике, да, знакомятся, работают с атласом-определителем, пробуют узнавать различные травы. Ну, а затем можно предложить детям, да, выполнить задание номер один, да. То есть затем ребята приступают уже к решению учебно-практических задач. Это задание репродуктивного характера. Детям можно предложить самостоятельно прочитать задание, все-таки уже второй класс, да. Дальше мы можем спросить у тебя, ребята, что вам нужно сделать? Соответственно, ребята говорят, да, что необходимо делать в этом задании. Какие знания и умения вам понадобятся, чтобы выполнить это задание? А если вы сомневаетесь в правильности выполнения, да, что необходимо сделать? Ну, и тут нам дети могут сказать, можно спросить у соседа, можно спросить у учителя, а можно где, а можно найти информацию, в учебнике, да. Вот мы можем, например, сказать, если вот мы учим детей сегодня работать, например, с информацией, которая в учебнике, да, учим добывать, мы тогда скажем, ребята, сегодня мы не спрашиваем у соседа, да, зависимо от той задачи, которую мы поставили, планированных результатов обозначить, да, и не спрашиваем у учителя. Сегодня мы работаем с учебником. И если что-то вам непонятно, эту информацию вы ищите в учебнике, да. И, соответственно, после выполнения задания детям можно предложить образец, где, возможно, на доске, да, чтобы дети проверили, проверили, правильно ли они выполнили задание. Ну, а затем уже, следующий этап, ребятам нужно предложить оценить себя по тем критериям, которые уже установлены на момент второго класса, то есть детки знают, как они себя оценивают, да, и с использованием определенного инструментария. Вот полимечка Денбурга-Венштейна, или, может быть, это какие-то знаки они вам показывают, либо это, может быть, смайлики дети используют. Ну, вот, в принципе, как бы у меня все, и я сейчас хочу передать слово педагогу-практику Виталии Петровны. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги, еще раз. Ведущей идеей курса «Окружающий мир» является объединение мира природы и мира культуры. Окружающий мир, как предмет, выполняет интегрирующую роль в системе обучения младшего школьника и дает возможность сформировать целостное восприятие окружающего мира. Познание окружающего мира осуществляется через призму личностного восприятия каждого ребенка и в опоре на имеющиеся у него знания и опыт. Учебно-методический комплект создает все условия для развития и обучения ребенка, позволяет учителю рационально организовывать работу на уроке, способствует успешной самореализации педагогической деятельности, что им мало важно. С первых страниц учебник «Окружающий мир» учит ребенка... С первых страниц учебник «Окружающий мир» учит ребят ощущать себя частью природы, воспитывать уважение к старшим, уважение к своему труду и труду своих близких. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в учебниках для второго класса в каждом разделе есть целеполагание, то есть сообщение о том, что дети узнают при изучении данного раздела и чему они научатся. В каждой теме есть рубрика «Подумаем». Например, «Используя глобус, придумайте маршрут кругосветного путешествия». Какие средства транспорта вам для этого понадобятся? Есть рубрика «Проверим себя», содержащая вопросы, позволяющие проверить понимание пройденного материала. В конце каждой рубрики тема «Сделаем выводы», а также рубрики «Узнаем подробнее», «Поиграем», «Откроем атлас-определитель», «Обсудим», «Отгадаем». В учебнике и тетради много заданий на развитие мыслительных способностей. Это задания повышенной сложности. Например, для чего нужны прогнозы по поводу? Можно ли назвать рабочий праздничный день красным днем календаря? Какое значение в этом случае будет иметь слово «красный»? Также задания на сравнение. Какие достоинства и недостатки имели солнечные, песочные и водяные часы? Очень широко представлен материал на развитие воображения. Например, придумать свое сказочное объяснение смены дня и ночи, изменение облика Луны, смены времен года. Интересное задание – придумать рисунки символа, обозначающие прошлое, настоящее и будущее. Много заданий на развитие внимания. Например, в начале урока раздел «Вспомнин», тренирует детскую память и способствует особенному закреплению материала. Материал имеет огромную практическую значимость. Дети приобретают практически социальный опыт. В рабочей тетради это разделы «Как пользоваться компасом», заданиями, практические работы часы и термометра, что поможет использовать полученные знания и умения в реальной повседневной жизни. Тетрадь содержит задания, способствующие развитию у детей памяти, мышления, умения наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно делать выводы и обобщать материал. А также помогает учителю эффективнее организовывать образовательный процесс. Эту возможность я реализовала на уроке окружающего мира по теме «Наш космический корабль». Это как раз страничка, когда мы говорили о практической работе на уроке в разделе «Часы», «Погода». И урок номер 4 «Наш космический корабль-Земля». Целевые установки урока изучить устройство компаса, определить стороны горизонта, действуя по инструкции, которая расположена в рабочей тетради, иметь представление о форме Земли, глобусе, карте, «Находить на глобусе и карте океанной материке». Я коротко расскажу о фрагментах, которые вы увидите, чтобы вы понимали, что происходило на уроке. Первый фрагмент – это практическая работа группе «Определение сторон горизонта». Для закрепления умения определять стороны горизонта в рабочей тетради на странице 10 учащимся предлагается выполнить практическую работу. Работа осуществляется по инструкции в рабочей тетради. Навык определения сторон горизонта закрепляется на следующем уроке во время экскурсии, что нас окружает. По окончании практической работы делается вывод, для чего и как нужно уметь ориентироваться на местности. Второй фрагмент этого же урока – это общая работа в группе «Изготовление карт материков и океанов». В учебнике дается понятие горизонт, материки, океаны, страница 13-15. А в рабочей тетради предлагается выполнить практическое задание «Определить материки по их контурам» и подписать название. Цели и содержание урока позволили мне реализовать технологию опережающего обучения и организовать практическую работу в группах с целью составления карты материков и океанов, основанную на имеющемся опыте детей. То есть, мне показалось интересным не только подписать и угадать название материков по контурам, а и для лучшего запоминания и понимания, что такое карта изготовить ее на уроке с детьми. Кармандирам групп заранее было дано домашнее задание подготовить коротенькое сообщение об одном из материков. Группы у нас некоторое время они статичные, потом мы их меняем после каждого ремесла. На этот период это была статичная группа. В результате организованной работы были достигнуты цели урока. Каждый ребенок был вовлечен в работу и обладел знаниями на основе практического опыта. Предлагаю вашему вниманию два подъема рука. Ребята, а что же такое горизонт? Гриша? Горизонт это воображаемая линия там, где Земля как бы соединяется с небом. До горизонта? До горизонта никак нельзя дойти. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а что такое компас? Вера? Компас это прибор, помогающий определять нам стороны света. Хорошо. Назовите основные стороны горизонта. Степа? Северный, юг, запросто. Назовите промежуточные стороны горизонта. Эвелина? Юго-запад, юго-восток, северо-запад, северо-восток. Замечательно. А скажите, для чего же нам нужно уметь ориентироваться на местности? Полина? Чтобы не заблудиться. Хорошо. Чтобы не заблудиться. Поэтому? Поэтому нам надо с собой поход всегда брать компас. Компас, ну, либо час сотовых телефонов есть компас. А если произошло так, что у нас нет с собой компаса, как мы еще можем ориентироваться на местности? Никита? По местным признакам. По местным признакам. А какие местные признаки вы знаете? Василиса? По муравейнику. Там, где склоны муравейника. В муравейнику пологий там жук. А там, где скрутой, там север. Хорошо. Спасибо. Еще как можно ориентироваться? А чем? По солнцу. Солнце встает на востоке, а садится на западе. Хорошо. Итак, давайте теперь обобщим. Как же можно ориентироваться на местности? Лера? По конкурсу, по карте и по местным признакам. Спасибо. А теперь, ребята, мы выполним практическую работу по определению сторон горизонта. Работать будем по инструкции. Инструкцию читает командир группы. После того, как вы по конкурсу определите стороны горизонта, вы расставите на парке соответствующие таблички. Капитан, покажи, пожалуйста, таблички. Капитан. То есть, определили стороны и расставили таблички. Задание понятно? Да. Итак, работаем в группах. Снимаем предохранитель, как написано в инструкции. Буква «Р» у нас в направлении севера. Смотрим. Смотрим. Так, хорошо. Определили. Север. Расставляем таблички. Хорошо. Положили, да? Определили. Север определили. Молодцы. Уже можно поставить карточку там, где север. Так, вы еще не оставили? Крупа готова! Отлично. Еще раз. Крупа готова! Крупа готова! Молодцы. Итак, первая группа была ваша, да? Покажи мне, пожалуйста, где север. Подними табличку. Север в том направлении. Правильно. Где юг? Даня, покажи, пожалуйста. Отлично. Ребята, скажите, пожалуйста, что такое материки? Даша? Материки – это огромные участки суши, окруженные со всем сторон водой. Хорошо. А что такое океаны? Матвей? Это большое пространство воды. Это огромное пространство воды. Сколько на земле материков? Так, все поднимают руки. Сколько материков? Полина? Шесть. На земле? На земле шесть материков. Давайте назовем эти материки. Ростислав? Евразия, Австралия, Южная Америка, Северная Америка, Африка. Все? Какой еще забыл материк? Саша? Антарктида. Антарктида. Хорошо. Найдите, пожалуйста, материки и океаны у вас на глобусах. Группа готова! Молодцы! Молодцы! Группа готова! У вас на столах у руководителя группы лежат необходимые заготовки для карты. По контуру вы должны определить материк, вырезать его, подписать название и наклеить на белый лист. Получится карта. И уже на готовом листе подписать еще и океаны. Руководители группы раздайте, пожалуйста, заготовки материков. Не забываем правила работы в группе. Не забываем правила работы в группе. группы вырезали уже очертания материков. Подписываем и располагаем на будущей карте. Молодцы какие. Давайте проверим, правильно ли вы. Молодцы. Северная с большой буквы. Пожалуйста, разложите, чтобы ее правильно разложили. Хорошо. Можете наклеивать и если сделаете первыми, то скажете об этом. Показываем работу. я не вижу Северного Ледовитого океана и Южного океана у вас. Доделываем. Покажите, пожалуйста, вашу карту. Молодцы. Проверьте, чтобы все океаны были подписаны. Хорошо. Василиса, расскажи нам о Евразии. Евразия это самый большой материк на земле. Разделено две части, Европу и Азию. Границы Европы и Азии проходят по Уральским горам. Что ты помнишь еще? Россия находится на двух частях света, Европе и Азии. Европа мывается четырьмя океанами, Индийским, Севером и Ледовитом, Тихим и Антлантическим океаном. В Евразии находятся самые большие страны по меру площади и количеству людей. По меру площади самая большая страна Россия, а по населению Китай. Кроме Китая и России находятся много других стран, как, например, Монголия, Франция, Германия и Украина. Скажите, пожалуйста, ребята, понравилось ли вам выполнять эту работу? Да! Скажите, а с какими трудностями вы столкнулись? Ксюша? Мы иногда не успевали и иногда не знали, что писать и что ответить. То есть, какой можно сделать вывод? Нужно лучше учить, да? Так, еще, Степа? Мы не слаженно работали. Не слаженно работали, и это мешало работе всей группы, да? Хорошо. Еще, какие были трудности, Никита, у вас? У нас тоже была не слаженная работа. А что вам, что нужно сделать для того, чтобы работа была слаженной в группе? Чтобы вы быстрее работали и быстрее достигали результата? Как вы думаете, что необходимо для этого? Вера? Нужно не ссориться и работать слаженно, чтобы не возникли какие-то конфликтные ситуации. Да. Скажи, пожалуйста, кто должен следить за тем, чтобы группа работала слаженно и не ссорилась? Артем? капитан команды. Капитан команды. Ничего страшного, мы ведь только учимся работать в группах, будем помнить правила работы в группе и не будем совершать ошибки, которые уже были совершены. работа, работа, которые получились. Да, на ту презентацию пожалуйста вернемся. Да, и что получилось? Прокомментируйте тогда, пожалуйста, Наталья Петровна. Ну вот, как раз еще раз повторю, что материал учебника, тетради, цели, задачи урока, они позволяют реализовывать технологии приезжающего в обучение в решении учебно-познавательных задач, учебно-практических задач, совершенно верно. Так как, ну это вот думающий учитель, рассуждающий, который хочет дать немножко больше детям, чем определено программой, может подготовить такой урок. Опять же, нету в теме изучения материков, и нету глубокого изучения океанов, но есть дети, которые всегда могут интересуются большим, чем дано в учебнике, и вот им я давала как раз информацию подготовить, задание подготовить информацию о материках и рассказать очень коротко. Это мотивирует других детей узнать больше, и это такое, в общем, когда уже будет более глубокое детальное изучение материков, он на встрече в этот класс, да, уже будет на какой-то опыт наслаиваться новым материалом. Вам судить, как это получилось. Дети практически защищали, руководители групп, командира, защищали мини-проект, представляя и рассказывая материал по карте, которую изготовила его группа. Виталия Петровна, мы видим уже отзывы коллег, спасибо коллеги, что вы не остались равнодушными, потому что понимаем, насколько труд учителя сегодня в современном мире тяжел, да, спасибо вам большое за поддержку, и вы как раз таки сегодня посмотрели на практике, как научить детей решать учебные практические задачи. Ну, мы с вами продолжим буквально несколько минут. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Ну, я хочу обратить ваше внимание на структуру линии окружающей мир, да, это, конечно, прежде всего учебники на печатной основе, учебники самодостаточны и позволяют достигать планируемых результатов. Примерно, основная образовательная программа начального общего образования. Также, ко всем учебникам, мы выпустили электронную форму учебников. Плюс, вы можете приобретать еще и рабочие тетради. Также, в системе перспектива имеются тетради по основам безопасности жизнедеятельности, что, соответственно, расширяет знания детей в этой области. Плюс, еще, уважаемые коллеги, в свободной продаже уже сегодня тесты по окружающему миру системы перспектива с первого по третий класс. Вы также можете приобрести и предложить для приобретения родителям. Для учителей у нас есть методические пособия с поурочными разработками и, конечно, это авторская рабочая программа. Дальше давайте продолжим с вами. Ну и, соответственно, мы говорим сегодня об учебно-практических задачах и мы просто не можем упомянуть дополнительные пособия автора Андрея Анатольевича Кишакова, автора курса, как раз-таки системы перспектива. Мы знаем, что в системе перспектива у Андрея Анатольевича есть прекрасный соавтор, это Марина Юрьевна Новицкая. Итак, обращаю ваше внимание на серию пособий «Зеленый дом». Это атлас-определитель «Альзимрида Неба». Мы сегодня о нем уже говорили, упоминали. Это зеленые страницы и река на поляне в первую урок экологической речи. А также как раз-таки для решения учебно-познавательных задач, учебно-практических задач, можно использовать новое пособие энциклопедии путешествий страны мира. И можно также использовать электронные приложения, которые в свободном доступе у нас на сайте. Сайт издательства посвящения. Система перспектива. Дальше, уважаемые коллеги, мне бы хотелось обратить ваше внимание на новые пособия. Наше издательство не стоит на месте. Мы идем много со временем. И поэтому те потребности, которые существуют у учителей, мы пытаемся их, конечно, закрывать нашими пособиями. И я сейчас хочу предложить вам сборник метапредметных заданий для начальной школы. Если вы обратили внимание, то этот сборник со второго класса, второй, третий и четвертый класс. В чем ценность этого сборника? А в том, что, используя его, вы подготовите своих детей к олимпиаде. Сборник состоит из двух частей. Первая часть включает задания двух вариантов. Эти задания помогут проверить уровень готовности 20 школьников к олимпиадам. Вторая часть это тренировочный материал. И соответственно, уже подготовить поможет ваших детей к олимпиадам. И тренировочный материал включает задания разных типов. Задания с использованием учебного оборудования, задания с применением различных средств информационно-коммуникативных технологий, задания на смысловое чтение, задания на работу с информацией. И еще в этом сборнике имеются ключи. Это дает возможность ребенку проверить себя, правильно ли выполнил задание, либо где-то допустил ошибку. И вот на этом слайде я привела пример заданий из первой части. Посмотрите, задание нестандартное, задание необычное, достаточно интересное. Например, детям предлагается рассмотреть картинки, что на них изображено, и найти все необходимое оборудование для эксперимента по исследованию круговорота воды в природе. Затем ребенок предлагается запишать в тетради номера выбранных ответов. Понятно, что ребенок рассматривает картинки и делает свой выбор. Я думаю, что выбор вы уже сделали. Это, конечно, чайник с горячей водой, это лабораторный стакан и это стеклянная крышка. Соответственно, в какой тетради записывают ребята номера выбранных рисунков? В обычной клеточку. Значит, делаем вывод, что эти пособия могут храниться в библиотеке и их можно использовать на протяжении нескольких лет. Вот тоже достаточно интересное задание из первой части. Ребятам предлагается поработать с диаграммой и ребятам также предлагаются разные ответы, и детям нужно поработать с диаграммой, прочитать, проанализировать внимательное задание и выбрать правильный ответ. Кто же прав? Влад или Соня? Давайте попробуем с вами сейчас тоже выполнить это задание. Изменение численности населения России в период с 1689 по 1796 год в миллионах человек. Итак, вот мы видим непосредственно саму диаграмму Петр I, Екатерина Петровна или Елизавета II. Кто же прав? Вот что говорит Влад. Наибольшее увеличение численности населения было в период правления Екатерина II, а при Елизавете Петровне численность населения уменьшилась на 3 миллиона. Что говорит Соня? При Елизавете Петровне прирост населения был на 1 миллион человек больше, чем при Петр I. Выберите утверждение, которое соответствует данным диаграммы. Запишите в тетради именно ребенка, чье утверждение вы считаете верным. Уважаемые коллеги, я думаю, что вы проанализировали уже эту диаграмму и увидели, что права, конечно, Соня, потому что численность увеличения при Петре I было сколько? Увеличилось на 2 миллиона, при Елизавете Петровне увеличилось на 3. Итого больше на 1 миллион. Права Соня. И мне бы, конечно, хотелось обратить на задание уже непосредственно для подготовки детей к Олимпиаде. Вот, например, задание, требующее использования учебного оборудования. Вот здесь русский язык я привела пример, где детям предлагается записать в тетради только слова Амонина и проверить себя по словарю Амонина. Или же вот по окружающему миру, посмотрите, какое интересное задание, задание многоплановое, многошаговое, с помощью интернета зайдите на сайт природы мира. Соответственно, дети уже должны иметь некие навыки пользования интернетом. Стратеги поисками берите, почему исчезает животное и нажмите на лупу. Прочитайте статью и запишите в тетради несколько причин исчезновения животных. Смотрите, это, во-первых, поисковые умения, нужно эту статью найти, во-вторых, это информационное умение, нужно внимательно, тщательно прочитать эту статью, да еще ответить на вопросы, записать информацию. То есть, вот такие интересные задания. Уважаемые коллеги, если вы заинтересовались нашими новинками, мы приглашаем вас посетить интернет-магазин на сайте издательства просвещения. Соответственно, вы можете посмотреть и другие наши новинки, посмотреть цены и сделать заказ. Ну, вот на этом наш вебинар подошел к концу. Вопросы есть? Было замечание, что на карте немножко неправильно наклеен какой-то материков, но это сложно еще. Это касается детей, да, то, что дети это... нет, но это понятно, что дети сделали с ошибками. Шесть групп, немножко неправильно наклеили, не все я успела скорректировать, но ошибки это тоже опыт. Мы потом проанализировали, нашли все ошибки, конечно же, и, во-первых, это первая карта, дети работали в таких очень как-то условиях напряженных, мало времени было. Естественно, мы все потом ошибки нашли, неправильное пармение нашли, следующая наша карта будет уже для ошибок. Спрашиваю, спасибо вам большое, Виталия Петровна, спасибо за то, что вы нашли время. Спасибо большое за отзывы, хорошие. Да, я пришла сегодня поделиться своим опытом. Уважаемые коллеги, вам тоже большое спасибо, что вы подключились, и, пожалуйста, пишите нам, если есть у вас тоже достаточно-таки интересные уроки, есть видео уроков, пожалуйста, присылайте, либо подключайтесь, вещайте на всю страну, мы всегда рады сотрудничествовать. Ну что ж, уважаемые коллеги, всего вам доброго, до свидания, успехов в работе. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok